Приветствую! Мы все с вами очень любим первые сезоны Ходячих Мертвецов, а я еще и к тому же обожаю буквально откапывать всякие интересные сведения о тех сладких временах, о которых даже мы не задумывались. Какие-то старые вебизоды и дополнения к основному шоу и БХМ, о которых мы могли даже не знать и которые порой были чуть ли не интереснее самих главных проектов. История Ханны, которую Рик встретил в первой серии. Мне тебя очень жаль. Больницы, в которой он провел два месяца в коме и даже того самого хранилища с его вещами, также были показаны только в интернете. А еще есть недавние красные мачете, которым Рик когда-то убил Гаррета, и Рейс 461, который имел прямое пересечение уже со вторым сезоном Бойтесь Ходячих. Обзоры на все эти проекты вы можете найти здесь на канале, ссылки будут в описании. Сегодня же я узнал, что оказывается в первом сезоне было не все так, как мы увидели изначально. И некоторые правки все же были внесены уже после утверждения сценария Фрэнка Дарабонта. Итак, друзья, ретро-мертвецы, которые вы так долго ждали в эфире. Поехали! Давайте начнем с пилота шоу, того самого, где Рик проходит себя в больнице и обнаруживает, что наступил ад. Оказывается, и в нем такое, что было иначе, чем планировали. В той самой знаменитой сцене с проходом Рика по омертвевшему коридору больницы и уже снаружи, когда он находит велосипед и едет на нем домой в своих уже знаменитых трусах. Но в начальной версии сценария Шериф все же перед этим успевает надеть на них еще и брюки. Кстати, также первая версия сценария все же сохраняла на нем и ту самую больничную накидку, в которой он был все время, пока не встретил Моргана и его сына. Вообще, больничная мантия в США обычно очень длинная и дополнительные брюки под ней скорее казались бы лишними. Поэтому то, как в итоге поступили, выглядит намного логичнее. Второе отличие тоже из того же пилота и даже того же фрагмента с выходом из комы Рика. В обеих версиях сценария у Рика в палате на тумбе есть открытки с пожеланиями выздоровления. Вот только нам не показали, что Рик прочитал вслух, что там было написано конкретно. Изначально в сценарии Фрэнка Дарабонта Рик читает открытку от Карла со следующими словами. Дорогой папочка, мы скучаем по тебе. Поправляйся скорее и возвращайся домой. Я люблю тебя. Карл. По сценарию Рик закрыл карточку с мучительной задумчивой улыбкой на лице. Мне кажется, это было бы не лишним увидеть и в серии, потому что это было бы логично Рику попытаться найти хоть какие-то сведения о том, почему никого вокруг нет и лежат обглоданные трупы в коридоре. Ну и кроме того, сейчас, когда мы уже знаем, как судьба Карла обернулась годы спустя в сериале, это было бы очень к месту. Рик читал в восьмом сезоне посмертное письмо сына, и параллельно с ним он бы мог смотреть на ту самую его открытку после второго рождения самого Рика уже в новом мире. Было бы очень душераздирающе. Третий вырезанный фрагмент говорит нам, что зомби-апокалипсис, возможно, начался из-за неизвестного вируса. Мы никогда не узнаем, почему зомби-апокалипсис случился в «Ходячих мертвецах», и создатель Роберт Киркман не раз говорил, что он никогда не планировал никому это рассказывать, хотя он знает ответ, и он очень банальный и глупый. Но в то же время у Фрэнка Дарабонта как раз была такая идея, в отличие от Киркмана. Именно по его воле в первом сезоне специально придумали Центр по контролю заболеваний и Доктора Дженнера, которых никогда не было в комиксах. В вырезанном же фрагменте Морган рассказывает Рику о том, что произошло с тех пор, как он был в коме. Морган говорит, что у СМИ были предположения, что это все из-за вируса. Они говорили в новостях о каком-то вирусе. Они догадывались, говорит изначально Морган Рику, после того, как принес его отключившегося в дом. Четвертый момент, который мы так с вами никогда не увидели, касался самых-самых первых кадров ходячих мертвецов, когда Рик стрелял маленькой девочке-зомби в голову. А что же было далее? Мы никогда уже это, вероятно, не увидим, но вот изначальный сценарий Дарабонта говорил нам это. Выстрел своим звуком логично начинает собирать вокруг Рика все больше и больше мертвецов, отчего Рику становится не по себе, и он пытается бежать отсюда как можно быстрее. В сценарии же, что интересно, нам даже прописывают, что в эти секунды чувствовал еще зеленый Рик Граймс. Он оглядывается вокруг, о черт, он-то думал, что все они уже на самом деле мертвы. Он понятия не имел, что их будет так много. Он слышит, как скрипнула какая-то дверца машины, потом еще одна. Некоторые уже ползут и скользят, создавая жуткие звуки. Рик пытается быстрее и быстрее перебирать ногами, чтобы скорее добежать до своей машины. Пока он это делает, ходячие тоже почти на бегу начинают появляться в его поле зрения, образуя целые орды и стуж. Он запрыгивает в свою машину, заводит двигатель и быстро трогается. Но вдруг у его бокового стекла появляется ходок, царапающий его стекло, но Рик сбивает его движением авто и разгоняется. Сцена действительно могла получиться очень напряженной, если бы канал не зажал на нее денег. Но с другой стороны, продюсеры и МС просто могли посчитать, что в этой серии было бы как-то слишком много пиковых моментов с ходячими, так как в финале эпизода уже была гигантская толпа зомби, которая встретила Рика в Атланте. Еще одно незначительное изменение заключалось в том, что сестру Андреа звали не Эмми, а Рейчел. Именно она успела поговорить тогда с Риком по рации, когда он только-только искал семью. Но в серии связь обрывается, и рацию у Эмми отбирает Шейн, и тогда уже Рика вообще не слышно. Пятое изменение уже касалось Лори. Оказывается, в оригинальном сценарии нам должны были показать, как Лори спасла фотоальбом Граймсов, когда с Карлом они только покидали город. Лори смотрит в него на себя с Риком и Карлом и плачет. Ее охватывают эмоции, говорится в первоначальном сценарии. Этого мы никогда не видели в эфирной версии эпизода, хотя Рик упоминает Моргану до этого момента, что он заметил, что их фотоальбом отсутствует. Далее мы увидели похожий момент с фото только уже с Риком, когда он находит фотографию с Лори и Карлом в своей патрульной машине. Кстати, сделано это было, вероятно, вполне намеренно, и может даже с большим эффектом на аудиторию, поскольку сразу перед ним Лори целовалась с Шейном в палатке. Слушай, просыпайся. Проснись немедленно. Ясно? Давай. Мужик, дай мне знак. Любой. Пожалуйста, Рик. Ну и самое интересное, на мой взгляд. Шейн хотел убить Рика еще, когда тот был в коме, но далеко не из-за эгоистичных побуждений в сторону Лори. Я бы скорее расценил это как акт гуманизма, что ли. Я напомню, что Шейн на полном серьезе хотел сначала спасти Рика, вытащив его из больницы, но потом все же не смог это сделать, поскольку в больнице началась полная зачистка согласно тайному плану Гобальт. Ссылка есть тоже в описании. Затем Шейн оставил Рика и закрыл его палату от мертвецов каталками. В вырезанном фрагменте он забирает пистолет у солдата, с которым быстро заводит беседу, а затем даже собирается избавить Рика от мучений. В сценарии отмечается, что Шейн приставил пистолет к голове Рика, но только лишь потому, что он действительно думал, что он мертв. Правда, здесь может быть тоже двоякий смысл. Может быть, Шейн действительно вначале по ошибке в той неразберихе и не расслышался цебиение Рика. С другой стороны, Шейн мог просто на секунду подумать, что так бы он поступил более гуманно, чтобы тело его друга не жрали мертвецы. Так или иначе, но сцена внесла бы, на мой взгляд, еще больше красок в противоречивый характер Шейна. Я бы на нее точно посмотрел. Это все вырезанные фрагменты, которые мы с вами никогда не увидели в первом сезоне «Ходячих». Напишите теперь вы, какие бы моменты вы точно бы хотели увидеть здесь. Если честно, то я бы хотел увидеть все из них. Они, по мне, так очень крутые, потому что их всех придумывал Фрэнк Дорабонд, а Дорабонд, простите меня, но дерьма не делает. Ну а пока, спасибо, что смотрите, делитесь роликом с друзьями. Спасибо, что поддерживаете канал после взлома. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что вы со мной. Это очень важно. Удачи вам. Пока.